Октябрь этого года губернатор нагрянул с проверкой в 14-ю поликлинику. Ехал посмотреть, как прием граждан ведут, когда медицина края на пределе. А получил скандал с очередями, которые якобы пытались спрятать. Плюс оценил планировку. Ширина коридора вот такая в поликлинике на первом этаже жилого дома. И так повсеместно, ну не повсеместно, но очень много где. Не пройдешь, чтобы кого-то не зацепить. Все сидят с температурой, с давлением, в масках тем более. Это значит не проветривается, ничего. Сейчас, как говорят в Минстрое, новое здание клиники закончено на 50%. Это один из самых крупных объектов медицинского назначения, который строили в крае за последние 5 лет. Без этого здания поликлиники, которая рассчитана на район почти в 72 тысячи жителей, никак не обойтись. Подрядчик уверяет, что пока идет по плану с опережением, несмотря на строительные проблемы коронагода. Этот год внес большие коррективы в плане работ, рабочей силы. Есть на сегодняшний момент большие проблемы с рабочей силой, особенно из ближнего зарубежья, если к нам не приехали. Поэтому сейчас идет корректировка на рынке труда. Корректировка идет и на медицинском трудовом фронте. Той же 14-й очень нужны врачи. А чтобы они появились, необходимы площади, которых на данный момент тоже нет. Пока замкнутый круг. Поликлиника – это в большей степени терапевты. Это основная нуждаемость. И основные специалисты, которые принимают на данный, на данном этапе их 28. Необходимо 42. Проблема заключается в том, что мне сейчас принять я могу. Мне хватает и финансов, и ресурсов. Но рассадить их некуда. Рассада из молодых терапевтов будет посажена по кабинетам не раньше 22-го года. Именно тогда поспеет и новое здание поликлиники. Общей стоимостью не меньше 1 миллиарда и 120 миллионов рублей. Деньги краевые. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...